Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Это вторая часть видео про Новую Горицу. Покинув монастырь, мы вернулись в город и остановились на паркинге возле ЖД вокзала Новая Горица. Словенская Новая Горица и Итальянская Горица практически один город, где переходишь улицу и оказываешься в Италии, или наоборот Словении. Отходим несколько метров от Словенского ЖД вокзала, проходим мимо вот этих столбиков и оказываемся в Италии. Сейчас это просто сделать. А до 2007 года была настоящая граница с пограничным забором и колючей проволокой. Это площадь Европы, где в 2007 году прознавали вхождение Словения в Шенгенскую зону. А так было до этого события. Высокий забор, пограничники, овчарки, колючая проволока. Все это было. Можно стоять одной ногой в Словении и другой ногой в Италии. Теперь пройдемся по улицам Итальянской Горицы, просто прогуляемся. Население Горицы около 33 тысяч человек. Население Горицы около 13 тысяч человек. Это городской музей. А это Площадь Победы, Пьяцца Дела Виттория, фонтан Нептун. Пьяцца Дела Виттория. Церковь Святого Игнатия. Это Глаппочтамт. Это городской рынок. Пойдем в него, посмотрим, что там у них. Овощные и фруктовые ряды, как и везде. Рынок практически пустой, но, видимо, это связано с тем, что мы пришли туда в понедельник. Цветочный ряд. Теперь просто пройдемся по улицам. Обратите внимание на деревянные наружные ставни. Во всех старых домах в южных европейских странах используются такие ставни в зданиях ремен. Деревянные планки устанавливаются под углом, защищая от солнца и одновременно пропуская воздух вовнутрь. Этим домам не одна сотня лет. Это обязательные балконы на улицу для того, чтобы видеть все, что там происходит и при необходимости сказать свое слово. Как видите, в этих домах уже никто не живет. Сейчас просто пойдем по улицам назад в Словению. Словению. Вот мы идем рядом с бетонным бордюром. Это не просто бордюр. Это граница между Италией и Словенией. Вот и наш вокзал. Пора домой. Спасибо за внимание. До новых встреч. Здоровья и удачи всем. Здоровья и удачи всем. Здоровья и удачи.